Более 430 тысяч наборов выживания доставил гуманитарный штаб Рената Ахметова на Донбасс в июле. Почти год колонны гуманитарного рейса постоянно доставляют продукты в зону боевых действий, что позволяет поддерживать наиболее нуждающихся мирных жителей. В августе на Донбасс отправят аж 17 колонн. Далее Виктория Чистюхина. Детский набор для своего ребенка Анна получила в пункте выдачи на Донбасс-арене. Прокормить малыша сейчас чрезвычайно сложно. Если детские каши и пюре в магазинах и есть, из-за высоких цен их купить невозможно. Сейчас такое время, все дорого, а благодаря помощи мы прикармливаться стали. Только в июле штаб Ахметова выдал 27,5 тысяч наборов для детей. Этой помощью поддерживают льготные категории людей, которые остались по ту сторону линии соприкосновения. Продукты для каждого набора выживания уже 11 месяцев доставляют гуманитарные рейсы. 49 тысяч тонн. Столько доставили в логистические центры Донецка и Мариуполя за весь период работы штаба. Это позволило раздать более 3 миллионов 800 тысяч наборов выживания. В августе штаб Ахметова планирует доставить на Донбасс больше 5 тысяч тонн гуманитарной помощи. Проходите к машине. Давай два набора. Ее ждут сотни тысяч людей. Среди них и мирные жители, которые живут вблизи линии соприкосновения. С этой категорией мирных жителей работают бригады мобильной выдачи. С мая раздали 22 тысячи наборов в 100 населенных пунктах по обе стороны линии соприкосновения. Мы пенсионеры, 74 года нам. Дети в Донецке, не можем проведать детей в Горловке и в Донецке. Мы очень хотим, чтобы прекратилась эта ненужная, никому не потребная война. А вот помогать лекарствами на неподконтрольной территории сейчас очень проблематично. Пока штаб поддерживает людей с запасами, которые завезли ранее. В июле адресную помощь получили 273 человека. Мы помогаем людям проводить операции, помогаем детям, помогаем закупать лекарственные препараты. Запрос на лекарственные препараты, к сожалению, только растет. Это очень серьезная проблема, которая требует государственного подхода и решения на государственном уровне. Срочного решения требует и проблема психологического состояния тех, кто живет в зоне боевых действий. Именно для этого на неподконтрольной территории работают психологи штаба Ахметова. Моя мечта, чтобы не было войны, чтобы мы больше не слышали этой стрельбы, чтобы никогда не стреляли. Более 25 тысяч. Стольким детям успели помочь психологи штаба. Дети – самая пострадавшая. Категория населения – это травма, которая, если ее не убрать, заложится на всю жизнь. И наша задача как можно быстрее и, что очень важно, как можно качественнее вывести детей из этого состояния. Специально для детей в июне начала работу новая программа «Мирное лето детям Донбасса». Полтысячи ребят имели возможность отдохнуть в летних центрах в Донецке, Иннаке, Вахарциске и Комсомольском в течение первых двух лагерных смен. Первая в Бердянском факеле уже завершилась. 250 детей оздоровились у моря и отвлеклись от войны на две недели. Я передаю привет команде «Шахтар». Я чекаю вас в Донецку. И надежда на осуществление мечты все же есть. Этот мяч является символом мирной жизни Донбасса. Но последний год он стоял неподвижно возле Донбасс-арены. Специально для детей его запустили снова. Виктория Чистюхина, Владимир Конопля, События, канал Украина.